Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА24 в студии Азамат Учур и краткий обзор новостей. Шаг в новую жизнь и начало большого пути. На центре Азии состоялся выпускной бал для столичных школьников. В столице ТУВА состоялся праздничный концерт, посвященный Дню российской молодежи. В честь Дня ветеранов боевых действий прошли соревнования среди наших воинов. Межрегиональная конференция врачей и научных сотрудников по вопросам инфекционных заболеваний. Еженедельно региональными властями проводятся итоги прошедшей недели. Обсуждаются события и намечаются планы. Что стало главными темами, смотрите в сюжете далее. За прошедшую неделю возникло 27 лесных пожаров. Из них 23 все еще функционируют на площади более 1700 гектаров земли. Самые крупные очаги возгорания приходятся на Тоджинский район. Поэтому речи быть не может о прекращении особого противопожарного режима на территории региона. Глава ТУВА Владислав Ховалых держит ситуацию на особом контроле. Уважаемые коллеги, до деталей вникайте, пожалуйста. Если на вашей территории происходит лесной пожар, вы должны знать все действия оперативных штаба Минприроды, Авиалесоохраны и так далее. Вот сейчас мы договорились более четко. На локализованные пожары отправляем членов добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин. На особом контроле у региональных властей и охрана общественного порядка во всех муниципалитетах ТУВЫ. Прошлая неделя была особенно под пристальным вниманием из-за празднования Дня молодежи, а также выпускных вечеров. Ни преступлений, ни нарушений не было зарегистрировано. Но количество особо тяжких преступлений на территории республики стало больше. Семь против четырех недели ранее. Это одно убийство в городе Кызыль, совершенное на почве ревности, 95-го года рождения. Гражданином при совместном распитии спирoya напитков в ходе возникшей соры. И шесть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Три в Дзунхемском районе, подном в Тонжинском, Кызыльском районе и в Кызылье. В Дзунхемском и Тонжинском районах факты причинения тяжкого вреда здоровью совершены на почве возникает неприятные отношения при совместном распитии алкоголя. Без происшествий не обошлось и на акваториях республики, где также часто фигурирует алкоголь. Рост ЧП на водных объектах с начала года так и продолжается. Всего за год зафиксировано 10 происшествий, в которых погибло 11 человек. Республиканское управление МЧС России напоминает о бдительности во время купального сезона. В целях недопущения гибели людей на акваториях республики, управление Главным управлением МЧС России по республике Тыва за прошедшую неделю организован и проведен первый этап акции «Вода. Безопасная территория». Направлено на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах. В рамках акции охвачено 33 детских оздоровительных лагеря, в которых проведено 55 лекций с охватом 1449 человек. Также охвачено 37 мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах. Не дремлют и клещи, у которых самый сезон активности совпадает с любителями отдыха на природе. Несмотря на уменьшение жалоб на укусы, до нуля их свести пока не удалось. За неделю зарегистрировано 45 случаев обращений в медицинской организации по поводу присасывания клещей, в том числе детей, до 17 лет 9 человек или 20% от числа обратившихся. Напомним, что основная опасность заключается не в самом укусе, а в инфекциях, которые несут в себе вредители. Порой они бывают смертельными для человека. Поэтому в случае обнаружения укуса необходимо в срочном порядке обратиться к врачу для дальнейшего наблюдения. Арлана Байдуа, Замат Учур, телеканал Тува-24. Другим темам праздник окончания школы и начало новой жизненной поры прошел для выпускников Тувы. В этом году из школы республики выпустились более 2000 старшеклассников. В скультурном комплексе Центра Азии прошел бал созвездия выпускников Центра Азии для столичных школьников. С будущими студентами пообщалась Инна Клоян. Выпускной бал – это знаменательное событие, которое отмечает окончание одной жизненной главы и начало новой. В Туве, как и по всей России, отгремели выпускные балы. Роскошные наряды, улыбки и слезы, теплые объятия и фотографии на память. Школьники открыли выпускной вечер с прощального вальса. Помни мы на том, как на вене звездный чай. Выпускной вечер – это знаменательное событие в жизни каждого молодого человека. Это время, чтобы оглянуться на школьные годы, отпраздновать достижения и предвкушать то, что грядет. Для многих выпускной вечер – это также время прощания с друзьями и одноклассниками, с которыми они провели бок о бок несколько лет. Впечатления потрясающие, потому что в этот день у нас выпускной и также сегодня день молодежи. С выпускниками я желаю, чтобы они поступили туда, куда хотели и провели свою студенческую жизнь на отлично. С днем молодежи! Такое знаменательное, достаточно грустное событие для меня. Все-таки детство прошло в школе. Очень много лет пролетело, почти незаметно для меня. И, наконец, я прошел начальный этап своей жизни. Также могу поздравить всех с днем молодежи. Все-таки выпускной. Я очень рад, что я закончил начальный этап в своей жизни. Далее я хочу поступить в какой-нибудь хороший вуз Москвы. И хочу пожелать успехов, и чтобы мои друзья, одноклассники поступили туда, куда они хотят. Хочу поздравить всех выпускников нашей школы и всех школ города Кызыла. Педагоги, которые на протяжении 11 лет вкладывали своих воспитанников душу и знания, услышали слова благодарности. Одноклассники, ставшие за это время друзьями, обещают друг другу поддерживать связь и встречаться в будущем. Мне очень нравится, что мы здесь собрались и будем проводить такое прекрасное мероприятие. Мне, с другой стороны, хорошо, а с другой стороны, грустно. Потому что вот заканчиваешь школу, и ты больше не увидишь своих одноклассников, возможно, и больше не будешь ходить в школу. А с другой стороны, наконец-то 11 лет учебы прошли, и уже переходим на новый уровень обучения. Я очень рада закончить 11 класс. Сейчас очень грустно, конечно, что мы больше не встретимся со своими одноклассниками, но одновременно очень рада этому. Будут новые знакомства, новые друзья, новые впечатления. Я планирую поступать, наверное, в Новосибирск или в Жевск на психолога, потому что я очень люблю помогать людям. Так как сегодня не только выпускной, но и День молодежи, хочу поздравить всю молодежь нашей республики с праздником. Мне радостно, что я окончил школу. И, с другой стороны, чуть грустно покидаем родную школу, чтобы они успешно поступили в учебные заведения. Для родителей выпускной вечер – это возможность гордиться своими детьми и праздновать их достижения. Это также время, чтобы задуматься о том, как быстро растут их дети и как они быстро становятся взрослыми. Сегодня доченька выпускается. Что вы можете сказать? Эмоции, впечатления? Радостно, грустно? Грустно. Почему? Ну вот, закончился определенный период. Сейчас переходит ребенок к выбору профессии, к взрослой жизни. Поэтому, конечно, грустно. Что можете пожелать выпускникам? Найти свой путь. Заниматься в жизни любимым делом. У меня закончил школу сын-пладший. Свои эмоции, впечатления, что вы можете сказать? Конечно, они уже закончили школу, вступают в самостоятельную жизнь. И хотелось бы, чтобы они получили, конечно же, хорошее образование, свою любимую специальность. И принесли пользу своей республике, своей стране и своим родителям, конечно же. Что вы можете пожелать выпускникам? Конечно же, в первую очередь, чтобы они хорошо закончили школу, чтобы они поступили в учебное заведение по своему желанию. И, конечно же, чтобы закончили и стали хорошими, востребованными специалистами. Это наше будущее. У нас сегодня выпускается средний сын с первой школы, Амиран. Это у нас уже второй выпускник с первой школы. Какие у вас эмоции? Очень волнительно. Но есть немножко еще нотка грусти, переживания. Потому что окончился этап жизни, школьные годы. Как мама, конечно, я переживаю за будущее. Но думаю, что у всех выпускников прекрасная впереди белая дорога. Волнительная, переживательная. И надежда, что все у них будет хорошо. Что можете пожелать в День молодежи выпускникам? У них такой переходный период, они становятся взрослыми. Но пока еще не совсем, пусть веселятся. Думаю, это в будущем, в ближайшем будущем. Пока отдыхают, веселятся. Выпускной бал – это повод нарядиться, повеселиться и создать воспоминания, которые останутся в памяти на всю жизнь. Перед ними действительно сегодня открывается новая веха, так сказать, в их жизни. Они вступают во взрослую жизнь. Я думаю, уже буквально на днях многие из них начнут подавать документы в вузы страны. То есть, начиная от столицы нашей страны, заканчивая Дальним Востоком, будут поступать. Хотелось бы пожелать им успеха и удачи, конечно же, при поступлении в высшее учебное заведение. Поздравить, конечно же, родителей, близких, которые вместе с ними сегодня отмечают, празднуют и День молодежный, и выпускные. По статистике, в Туве 36% населения занимает молодежь. В этом году по всей республике окончили школу более 2000 выпускников. Здесь, именно на центре Азии, собрались выпускники городских школ, 19 школ, и три республиканские учреждения. Это государственного лицея, республиканского лицея и туинского кадетского корпуса выпускники. Дети все заряжены на позитив. Они готовы дальше продолжать учебу. Кто-то готов служить Родине. Многие хотят получить высшее образование. Теперь ребят ждут новые дороги, новые старты, стремления и новые успехи. В честь Дня российской молодежи состоялась торжественная встреча молодых людей с заместителем председателя правительства Тувы Айдыным Чудуком. Мероприятие прошло во Дворце молодежи и собрало представителей самых разных молодежных организаций и инициатив. На встречи побывала и наша съемочная группа. Сегодня во всех регионах России отмечается День молодежи. Это как раз то бесценное и яркое время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни. Это то поколение, которое стремится максимально реализовать свой потенциал и действовать ради общего блага. Об этом говорят их поступки, как они вкладываются в развитие республики и не только. Хотелось бы поздравить всех с Днём молодежи. Мы сегодня постарались собрать молодежи из разных отраслей. Здесь у нас предприниматели, спортсмены, церковные культуры, наши танцы, эсфор, активисты. Здесь мы увидим футболгеров. Заместитель председателя правительства отметил вклад молодежных объединений в развитие города и страны в целом. Он подчеркнул, что именно молодежь является движущей силой прогресса и что ее идеи и инициативы всегда находят поддержку у власти. Сударий Викторович предложил сегодня формат именно встречи с такой, чтобы мы пообщались на позитивной теме. Каждый класс успели свое нагрузление, отрасли, хотели бы услышать вас, вашим опытом поделиться. Где-то мы можем специально до Министерства по делам молодежи, мы обращаем молодежь сегодня. Молодые люди, присутствующие на встрече, смогли задать вопросы и поделиться своими предложениями. Участники обсудили широкий круг тем, включая развитие науки и технологий, поддержку молодых предпринимателей и сохранение культурного наследия. Отрадно, что правительство поддерживает молодежь, собирает в этом месте, выслушивает их проблемы и по возможности решает. Я как сама активист очень рада присутствовать на таком мероприятии, рада также выслушать других людей, перенять их опыт. Заместитель председателя Айден Алексеевич также провел беседу с каждым участником мероприятия. Спасибо ему за это. Поздравляю молодежь нашей республики, желаю им всем удачи, также именно студентам, бойцам студенческих отрядов, им желаю отличной целины. В ходе встречи активисты представили свои инициативы, направленные на улучшение жизни в городе. Заместитель председателя правительства внимательно выслушал все предложения и обещал оказать необходимую поддержку в их реализации. Кроме активистов, предпринимателей были приглашенные известные блогеры столицы. Вот такие встречи узнавать и реализовывать в жизни, чтобы молодежи было здесь комфортно жить в Туве и не уезжать за Саяну, где-то в Новосибирск, Абакан. Но им часто проводить, узнавать проблемы и эти проблемы уже решать как-то. Очень приятно, что молодежь замечает, проводит такие мероприятия в виде открытого микрофона. Молодежь говорит, рассказывает о своих проблемах. С днем молодежи! Встреча стала ярким событием для тувинской молодежи. Она продемонстрировала, что местные власти придают большое значение развитию молодежной политики и готовы поддержать инициативы молодых людей. Кроме того, на встрече присутствовали и участники специальной военной операции, которые также внесли свою лепту. Очень отрадно, что наше правительство не забывает про молодежь, не забывает про их будущее. Молодежь – это наше будущее поколение, подрастающее поколение наше. Как бы смотрим сейчас, в основном тоже из участников СВО приезжает очень много молодежи. Именно они уже знают то, что происходит в нашей стране, что происходит в нашей республике, как они помогают, как помогают своим братьям по оружию на поле боя. Постоянно проявляют свои инициативы, собирают гуманитарную помощь, еще чем-то помогают. Встреча завершилась на позитивной ноте, и молодежь города выразила уверенность в том, что совместными усилиями они смогут улучшить молодежную политику в стране. Инна Клоян, Буяна Юн, Самдан Иргит, телеканал ТУВА-24. Минущие выходные на площади Ората прошли праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню молодежи. Местные власти для молодых козылчан и гостей города подготовили увеликательную программу. Кроме традиционной ярмарки, прошел и концерт с участием известных артистов республики. Как и анонсировало Министерство по делам молодежи ТУВЫ, на концерте выступили звезды тувинской эстрады. Среди них Сайзана Сюрюн, Шенне, Хирил Мекперол и группа Чаир. Однако это далеко не все артисты, которые радовали молодежь столицы. С номерами выступили также молодые танцоры, ансамбли и даже местные популярные диджеи. Праздничный концерт стал кульминацией месячных мероприятий в честь Дня молодежи. Концерт стал прекрасной возможностью для жителей и гостей столицы собраться вместе, отпраздновать этот день и создать новые воспоминания. «Молодежь – это наше будущее. Мы тоже молоды были, мы уже пенсионеры. Я поздравляю всю молодежь с днем молодежи». «Молодежь – это дети, не только дети, взрослые тоже дети. Это день молодежи не только для детей, но и для взрослых, которые хранят себе детей. Вот все». «Молодежь – это наше будущее, красивое будущее, хорошее». «Молодежь – это наше будущее поколение, которое после нас оставит след». «Молодежь, в первую очередь, это я и мои друзья, наверное. Проводить время здорово, весело, пока молодой, отрываться по полной». «Что хотите пожелать себе, наверное, в первую очередь и молодому поколению?» «Я хочу пожелать наслаждаться жизнью, совершать ошибки, учиться на них, не бояться, пробовать». «Денег больше, популярности, чтобы было счастье, друзей побольше». «Молодежь – это современное будущее. Сейчас молодежь очень развита в плане интернета, творческие, очень интересные, развивающиеся люди. Участвуют во многих конкурсах, ничего не стесняются». «Что вы посоветуете молодому поколению?» «Стремиться к лучшему, развиваться, обучаться, ничего не бояться и всегда идти только вперед. С Днем молодежи!» «Молодежь для меня значит будущее поколение, будущее нашей страны». «Что бы вы хотели пожелать себе и вашим сверстникам?» «Хотел бы пожелать, чтобы они всегда оставались молодыми, как минимум в душе, и чтобы молодость никогда из них не уходила. А еще хочу сказать великую цитату. «Молодость хороша тем, что у нее есть будущее». «Молодежь – это будущее нашей России». «Что вы хотите пожелать подрастающему поколению?» «Конечно же, всем удачи, успехов, чтобы у них исполнялись самые заветные мечты». «Это наше будущее». «Что бы вы хотели им пожелать?» «Вообще выпускникам удачнее поступить». «Самое главное – это, конечно, найти себя в этом новом мире, чтобы нашли свою будущую профессию, как вы себя олицетворяете в будущем». «Поздравляем с днем молодежи». «Сегодня я приехал и увидел шикарный танец, который в первый раз видел. Он сразу же зацепил меня. Вы не представляете, такая энергия, просто всплеск энергии вцепляет». «В целом, как для вас концерт прошел?» «Прекрасно. Буря эмоций, просто нет слов, одни эмоции». «Концерт получился очень интересным, очень много известных личностей. Большое спасибо за то, что пригласили их. Отдельное спасибо за программу. Получилось очень насыщенно, интересные танцы, ведущие, просто превосходные, интересные, красивые песни». «Поздравляю всех с днем молодежи». «Я считаю, этот праздник сейчас очень важен для подрастающего поколения страны». «Молодежь для меня значит взгляд в будущее. Что-то светлое и прекрасное, надеюсь. И то, что будет двигать наше общество вперед». «Молодежь для меня – это такие люди, с которыми всегда можно найти общий язык. Они интересные, яркие. Всех поздравляю с днем молодежи». «Сегодня день молодежи». «Поздравляю с днем молодежи, молодых людей. И в сегодняшнем дне, ради такого дня, мы решили сделать концерт для них. Мы, как аниматоры, наша задача – веселить детей, фоткаться с ними и так далее. И желаю, чтобы у вас все было хорошо. И поздравляю вас снова с днем молодежи». «Молодежь – это мы, будущее – это вы». Кроме того, День молодежи в этом году совпал с выпускными вечерами. Поэтому пришедшие на концерт жители столицы поделились своими воспоминаниями о своем давнем выпускном бале. «Да, у нас выпускной балл был 22 июня 1979 года, 45 лет назад. Я поздравляю своих одноклассников 45-летие». «Да, конечно, помню тот в отрывках». «Когда он был?» «В 97-м году». «Да, конечно, помню. Рассвет встречали». «В каком году это было?» «В 2002». Представители республиканского правительства поздравили молодежь и подчеркнули важность ее роли в развитии общества, призвав молодых людей продолжать следовать своим мечтам и стремиться к успеху. «Уважаемая молодежь Тувы, от себя лично поздравляю вас с Всероссийским Днем Молодежи и желаю вам всего самого наилучшего. Разрешите зачитать приветственное слово главы республики Тува Владислава Таштайча Хавалыга. Дорогие друзья, искренне поздравляю всех с Днем Молодежи, с праздником новых надежд, позитивной энергии и смелых идей. Тува по праву считается республикой молодых. Не каждый регион и не каждая страна может сказать про себя. Наш средний возраст 30 лет, а молодежь составляет треть населения. Тува имеет именно такой демографический портрет, и мы этим гордимся». Молодежь поздравил и участник спецоперации Айды Скулар. Он отметил, что проведение подобных мероприятий положительно влияет на становление подрастающего поколения как личностей. «На сегодняшний день наши молодежь, многие из них участвуют в специальной военной операции. И я вот буквально недавно тоже приехал с ССВО и как бы проводил беседы там, узнавал, какие у них цели, будущие. Для будущей нашей страны ребята очень стараются помочь друг другу, допустим, именно в гуманитальной помощи. Те, кто получили ранение, либо на отпуск приехали, вот они друг другу помогают». «На своей странице в социальных сетях глава Тувы Владислав Ховалык поздравил жителей города с Днем молодежи. В своем обращении он отметил значимость этого праздника, подчеркнув важную роль, которую молодежь играет в развитии города и страны в целом. Он призвал молодежь быть активной, инициативной и неравнодушной к судьбе своего города и страны». «Дорогая молодежь, мы ценим ваше стремление сделать родную республику лучше. Желаю успехов, новых высот и побед». Праздничный концерт в честь Дня молодежи стал отличным способом отпраздновать талант и потенциал молодых людей в регионе. Мероприятие оставило у присутствующих неизгладимые впечатления и стало вдохновляющим напоминанием о светлым будущем, которое ждет следующее поколение. Инна Клоян, Буяна Юн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. 1 июля вся страна отмечает День ветеранов боевых действий. По традиции в Туве он сопровождается спортивными состязаниями. В этом году состоялся первый в истории региона Кубок защитников Отечества. На его открытие побывала и наша съемочная группа. 1 июля – это день тех, кто отважно сражался за нашу Родину. День, когда нужно вспомнить тех, кто не вернулся домой. День, когда стоит вспоминать о подвиге и героизме наших воинов. Традиционно этот праздник отмечается торжественным митингом с участием ветеранов боевых действий. 1 июля у нас в стране отмечается День ветеранов боевых действий. Это дань памяти, уважения всем нашим воинам, воинам, которые отдали свою жизнь, защищая интересы нашего государства. Также этот день подразумевает, чтобы дальнейшее наше молодое поколение помнило, что наши герои отстаивали и отстаивают в данное время интересы нашего государства. Без наших доблестных воинов не представить спокойного, настоящего и светлого будущего республики. Поэтому представители региональной власти также поблагодарили всех бойцов за мирное небо над головой. От имени главы ТУВы Владислава Хавалыга с поздравительной речью выступил заместитель председателя правительства Айден Чудюк. Хотел бы пожелать вам, которые перед нами стоите, здоровья. Мы знаем, что сейчас специальная военная операция продолжается, поэтому хотел бы для всех нас пожелать скорейшей победы и мирного неба над головой. Невозможно представить данное мероприятие без возложения венков и цветов погибшим воинам. Их подвиг и имена останутся навечно в памяти народа. Именно в честь этой памятной даты впервые в республике проводится Кубок защитников Отечества. На стадионе имени пятилетия советской ТУВы собрались ветераны боевых действий практически из каждого района ТУВы. Несмотря на то, что соревнования проводятся впервые, охват участников широк. Сегодня, как и во всех других регионах, мы проводим впервые региональный Кубок защитников Отечества, где принимает участие более 10 команд из более 100 ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Данный этап для наших бойцов будет являться репетицией перед участием в Кубке федерального этапа. Сегодняшним победителям предстоит защитить честь республики перед всей страной. Возможно, в их числе окажется и единственная участница женского пола. Далана Дамба также является ветераном специальной военной операции. Она одна из первых женщин ТУВы, которая отправилась на помощь к нашим ребятам на передовую в качестве медицинской сестры. Я город Козыл представляю. У нас команда. В спортивном комплексе имени Ивана Иригана состоялись городские соревнования по художественной гимнастике «Надежда ТУВы», где приняли участие спортсменки разных возрастов. Подробности смотрите в следующем материале. Красота, грация, артистизм. Именно так можно охарактеризовать соревнования по художественной гимнастике «Надежда ТУВы». Ежегодно здесь выявляются все новые и новые звездочки гимнастки республики. Некоторые из участниц – это маленькие дети, которые занимаются этим видом спорта с трехлетнего возраста. Одна из них – Айдасай Аюн. Я хожу на гимнастику уже четыре года. Мне очень нравится гимнастика. Она мне нравится, потому что это самый красивый вид спорта. И я туда хожу, потому что я хотела стать олимпийской чемпионкой. Несмотря на то, что самым юным участницам по три года, судьи оценивают гимнасток по-взрослому. Учитывают все – артистизм, отработка упражнений, работу с предметом и так далее. И по мнению организатора, все дети справились на отлично. Маленькие детки, видно, что немного растеряли самые юные наши девочки, гимнастки. Но улыбались, старались. Это очень радует. Упражнения учили, это тоже видно. Девочки маленькие с мячом очень порадовали. И показали артистизм, и показали работу с предметом. Они впервые у нас выступали с предметом. Было видно, что участницы волновались, впрочем, как и их родители, которые пришли поддержать спортсменок. Именно они, по словам организаторов соревнований, очень многое делают, чтобы их дети всесторонне развивались. Шьют для них самые разные красивые костюмы. Являются ярыми поклонниками и болельщиками. Во-первых, ребенок очень собранный. Во-вторых, спорт всегда, это очень полезно. И в-третьих, коллектив гимнастики очень хороший. Все девочки очень доброжелательные. Нам посоветовали отвезти дочку в 4 года. Мы ее привели сюда, и по сей день она занимается. И я считаю, что мы не ошиблись в выборе этого вида спорта, так как наша дочка с каждым годом развивается и растет, и становится еще более краше, изящнее. И я думаю, что этот вид спорта с ней навсегда. На сегодняшний день данный вид спорта очень развивается в нашей республике. Спортсменки из Тувы уже достойно себя показывают на всероссийском уровне. К примеру, в начале текущего года наши гимнастки вышли в финал первенства по художественной гимнастике Сибирского федерального округа, чего не было ранее. Бергена Юн, Бояна Юн, Самдам Бергит, телеканал Тува-24. В столице Тувы, в молодежном сквере, десятки ребят собрались для того, чтобы нарушить закон о гравитации. Рискуя своим здоровьем, лучшие рейдеры показали ошеломительные полеты и опасные трюки. С молодыми экстремалами пообщалась Инна Клоян. На велосипедах, скейтбордах и самокатах смельчаки продемонстрировали свои исключительные навыки, выполняя дерзкие сальто назад, головокружительные повороты и полеты супермена. Один из участников – Намзырай Петров. Ему 16 лет. И он уже на протяжении последних шести лет увлекается экстремальными видами спорта. Причем юноша занимается сразу несколькими. Я катаюсь на четырех видах экстремальных видов спорта. На агрессивных роликах, на скейтборде, кик-скутере, трюковой самокат и на трюковом велосипеде Бумэйкс. Все эти травмы мы проходили. Уже даже, наверное, по пальцам не перечитать, сколько у меня было травм. Врач в трампункте меня уже знает в лицо. Мы прямо вообще здороваемся. На этой площадке ребята тренируются вместе. Кто-то на роликах, а кто-то самокатах. Егору также 16 лет, и он выполняет сложные трюки на велосипеде. Мне этот вид спорта очень понравился, что можно исполнять всякие трюки. Очень красиво и стильно выглядит, а также немного опасно. Очень страшно было, очень волнительно. Каждое движение не отточено до идеала. Ну, потихоньку, со стараниями все получалось. Без травм старались. Еще один из участников соревнований – Намзарай Дангак. Он уже как три года увлекается сложными трюками на самокате. Более экстремальный такой, более опасный для жизни. Я люблю такое. После каждого падения спьюсь. Позитивная все у меня всегда. Травмами особых таких не было. Ничего особо таки не получал. По словам организаторов, в ТУВе более 150 человек занимаются различными видами экстремального спорта. На этой площадке порядка 70 участников. Министерством спорта Республики ТУВА, Министерством по делам молодежи, Федерацией экстремальных видов спорта, а также движением первых. То есть совместными усилиями проводятся республиканские соревнования по экстремальным видам спорта. На сегодняшний день у нас 12 дисциплин, 12 категорий по разным экстремальным видам спорта. Таких как скейт, ролик, биомикс, стантинг. В основном большинство ребят занимаются в Кызыле, так как в районах нет специализированных рам. В Федерации экстремальных видов спорта ТУВы проводятся занятия по технике катания и безопасности на этой площадке, расположенной в молодежном сквере. Напомним, что эти соревнования состоялись в День молодежи, и поэтому ребят пришли поздравить именитые спортсмены ТУВы. Молодежь – это настоящее и будущее нашей страны. Отрадно, что наша молодежь, юные спортсмены, занимаются разными видами спорта. Например, экстремальными видами спорта, не только национальными, и олимпийскими видами спорта. То, что развивается у нас экстремальный вид спорта еще. Наверное, благодарим Министерство молодежи и Министерство спорта, что проводят в честь молодежи вот такие мероприятия. Также параллельно прошли соревнования по уличному стилю танца в брейк-дансу. Ребята показали сложные хореографические элементы, такие как вращение на одной руке, фризы и застывание в необычных позах. Каждое их движение было не только технически сложным, но и выразительным. Республиканские соревнования по экстремальным видам спорта проводятся для того, чтобы продвигать здоровый образ жизни и активный отдых, а также для поддержки спортсменов в экстремальных видах спорта. Ожидается, что мероприятие будет проводиться и в следующем году. Инна Клаян, Буяна Юн, Мирана Иргит, телеканал ТУВА-24. Сегодня состоялась 12-я межрегиональная научная конференция на тему актуальных проблем инфекционных заболеваний в текущем году. По традиции в ТУВА прибыли ученые с научными исследованиями из Москвы. Подробнее материали далее. Межрегиональная конференция проводится с целью более детального изучения самого инфекционного заболевания и мероприятий, которые необходимы для раннего выявления вируса. Научный исследовательский институт вакцины «Североток» имени Минченкова представит на конференции свои возможные решения проблем по ликвидации вирусной гепатиты на территории ТУВА. Продолжение следует... Гепатит – это воспаление печени, вызванное различными инфекционными вирусами, приводящими к ряду проблем со здоровьем, некоторые из которых могут быть фатальными. В мире отобраны пять основных штаммов вируса гепатита, так называемыми типами А, Б, С, Д и Е. Основными симптомами вирусной инфекции являются слабость, вялость, утомляемость, дутие живота, тяжесть подреберья. Главный врач Республиканской инфекционной больницы озвучила печальную статистику больных в ТУВЕ. Вирусы гепатитов А и Е попадают в организм человека с загрязненной водой или через немытые руки, реже всего путем переливания инфицированной крови или половым путем. Отсутствие лечения хронического вирусного гепатита часто приводит к большим проблемам со здоровьем, таких как цирроз печени или вовсе рак печени. Однако многие инфицированные могут даже не подозревать о своей болезни, поэтому не только не лечатся сами, но и неосознанно становятся источниками заражения для своих близких и родных. Прививки от вирусного гепатита в современное время ставят в течение 24 часов после рождения младенца, затем, когда ребенке исполняется один месяц и далее в шесть месяцев. Ревакцинацию производится в школьном возрасте в 15 лет, и те люди, которые на сегодня не болеют гепатитом, должны позаботиться о своем здоровье и сдать анализы на наличие антител в организме и при необходимости заново пройти вакцинацию. Тубинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской Академии Науки провел заседание ученого совета, посвященное десятилетию науки и технологий в России и трехсотлетию Российской Академии Наук. На мероприятие были приглашены и ученые из других регионов. Все подробности материали далее. Республиканские ученые и приглашенные гости из Российской Академии Наук собрались для обсуждения темы развития санаторно-курортного отдыха. Региональными властями прикладываются все усилия для развития туризма в Туве. Этот год – год трехсотлетий Российской Академии Наук. Я, как член Академии Наук, должен пропагандировать, рассказывать, показывать, что делает Академия Наук за эти 300 лет, какая есть польза. А сегодня у нас есть еще один повод наградить ветеранов Тувинского института освоения природных ресурсов памятными наградами и другими знаками отличия за успешную, хорошую работу. На сегодняшний день наши ученые не отстают в исследованиях от столичных академиков. Главными объектами их исследований остаются геология полезных ископаемых, переработка техногенного сырья и экология природной среды. И сегодняшняя задача института получается именно освоение богатейшей природной ресурсов потенциала региона. Мы научно обоснование освоения тех иных природных ресурсов, полезных ископаемых, не только полезных ископаемых, но и природных климатических, даже в том числе и лечебных грязей и так далее. Участники заседания выразили готовность приложить все усилия для успешной реализации намеченных планов. Встреча ученых завершилась на позитивной ноте, придав новый импульс для сотрудничества и дальнейшего развития деятельности Тувинского института освоения природных ресурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова